Ты чё? Всем привет, с вами я, сегодня у нас такое число-то? Ага, вторник, 18 августа, я пришёл на работу самый первый, сейчас буду пить чай, приготовиться к работе, готовиться, вот, поставлю на зарядку сейчас аккумулятор от шуруповерта, фонарик, хотя они заряжены у меня, должны быть, не, они у меня заряжены. Я сегодня немножко буду тупить, потому что я спал от силы часа два, наверное, сегодня, вот, с чем это связано? С тем, что вчера вечером из того-нибудь всего шёл домой, голова заболела, кошмарно, и она стала кружиться, то тебя в жар бросит, то наоборот мерзнешь, то тошнит, то не тошнит. Две таблетки за вечер выпивал, ничего не помогает, но сегодня, как бы, чуть легче, чем вчера вечером, я вот даже, там, скажем, до туалета сходить толком не мог. Ну, в принципе, сейчас немножко, да, кружится так. И из-за этого я не мог уснуть долго очень, я, то есть, до трёх часов ночи я вертелся, вертелся, ну, так ляжешь, голову положишь, тошнить начинает, кружится всё. На спине лежишь вроде полегче, но как-то, знаете, устаёшь на спине долго лежать. На бок повернёшься, полежишь немножко, опять начинает тошнить. И вот так всю ночь, и, короче, я уснул только часа за два до будильника, вот я говорю, что два часа, ну, там, с копейками, поспал, всё, у меня будильник сыграл, надо вставать, на работу ехать. Посмотрим, как сегодня будет во время смены, как себя буду чувствовать. Давление я не мерил, потому что у меня нет аппарата, ну, может быть, сегодня, если легче не станет, схожу здесь в медпункт в обед, на вокзал. Ну, померяю там давление, посмотрим, как, как что. Вот так вот, короче. Ладно, давайте заставочку. Смотрите, ребят, прибыл поезд 326 Новороссийск-Перимь. Насколько он длинный, что не хватило перрона. И вот эти вот три вагона хостовые, сейчас с сумками, с детьми, люди будут выходить все три вагона через вот этот один вагон. Не хватило перрона. Хотя вот следующий путь, четвертый и пятый, там перрон длинней. Там бы хватило перрона. Ну, вот почему-то приняли на третий путь. А там, судя по всему, по второму. Сейчас еще и грузовой пойдет. Даже не по второму, по первому. Вот неудобство для людей. Пойдем-ка, перейдем. Да, пойдем-ка, перейдем. Сразу. Да, вот так повисела она. Все. Оставляем все это на 15 минут, пускай все это сохнет. Антиокислитель такой, чтобы у нас не окислялись ни контакта, ни провода нанесли. Пока так все положим. Собирать ничего не будем. Пусть там лежит пока. Лишь бы воды сюда не налили, когда будут мыть. Пусть там лежит. Знаете почему он выкрутился? Потому что был завоздушенный насос, постоянно работал и не мог накачать давление. Его выключили, чтобы не сгорел на всякий случай проводники. А пассажиры, ввиду того, что нет напора воды, все время пытались побольше открыть крам. Крамбукс. Вот и получилось так. Здесь, кстати, тоже она не крутится. Надо тоже разобрать, посмотреть, что с ней. Так, и вот эту снять, почистить. Потому что, видите, напор совсем маленький. Хотя давление есть. Смотрите. Вот здесь дозирующее устройство я снял. Есть выступ. Вот, видите. Выступ. А здесь, вот, две выемки. Раз, два. То есть, получается, мы этими выемками одеваем наш фильтр. И вот, смотрите. Вот эти вот отверстия решеточные, сетки в этой фильтре одеваются. Вот на эти отверстия. То есть, отсюда поступает вода. Так вот, этот вот выступ и вот эти выемки сделаны для того, чтобы мы с вами могли регулировать подачу воды. То есть, в одном положении сетки не прямо с камерой выхода воды совпадают, а лишь часть. То есть, процентов 30. Воды будет давать мало. А если поставить другой выступ, то будет большая часть попадать на камеру. Будет воды давать побольше. Ну и плюс тут еще вот забито было. Вот я сейчас ее переставил. И у нас должно давать воды побольше и напор должен быть хороший. Но прежде я еще не до конца закручиваю. Промойте грязь. А что-то все равно не очень когда идет. Промойте. 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 И переходите в к SC.' Ну вот и отлично. Сейчас я закройт его переставлю algunas. Все хорошо. Дай я здесь. 25 раз получается 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 подписан проверять есть но тогда она не наша это утечка может быть так все вроде это нам сейчас не надо все нам птичка есть где-то у наших братьев старших бьет еще один вагон с такой же проблемой практически только есть другая есть получается у нас резинка вот это вот выдавила и не держит сейчас я вместо резинки сделаю лен дарю хочу у меня вроде воду перекрыл чего она бежит чё за фигня хочу остатки столько что ли это чёрт куда нальется но вроде перестает выдавила резинку уберу я сейчас льна намотаю будет хорошо резинка чает чуть начинаешь затягивать и передавливать еще больше бежать начинает капать все все хорошо все отлично у меня все из карманов валится все готово как-то вот работает все отлично все прошли состав все что нужно поделали по заявочному ремонту он был только один вот что небольшое окисление на проводах забрызгали все это дело оставим пока после обеда потом соберу все посмотрим как будет в принципе там так то все работало но на всякий случай лучше перестраховаться сейчас нас закатывают на парк мы наверно сходим до прицепной вагон к 149 поезду я с кем разговариваю я с кем разговариваю один вагон посмотрим и остается у нас состав перми меритийский курорт но он придет уже после обеда во время обеда у нас приходит на него пойдем после обеда до конца Закончился наш обед. Через мойку тащат в состав Перми Меретинский курорт. Сейчас помоют его, поставят и начнется наша работа. У нас в составе получается еще два вагона отцепляют, два прицепляют, то есть замена, два вагона отцепляют, два прицепляют, то есть пока еще эти маневры сделают. Долго еще по времени-то ждать, пока его поставят, оградят. Сейчас там вагон ехал, форточка была открыта. Весь туалет, наверное, залило водой. А зачем? А, там же рукоятки стояли внутри. А даже снегу забьет все там, ее же разобрет все. И вода вот попадет, а она и так туда попадает домой. Ага. Замерзнет ее, раздавит. Ее выдавит все. Разбухнет. Сейчас помоют, поставят, зайдем и начнем потихонечку. У нас там большой ремонт в одном вагоне есть, но этот вагон отцепляется, и этим ремонтом мы будем заниматься завтра. Это уже вот распоряжение свыше, это распоряжение мастера. Он вместе со мной пойдет туда, и будем вместе разбираться. У нас там проблемный вагон. Очень часто насос вакуумный хапает. Вот. Нужно будет разобраться и понять, в чем же дело. Но он сказал... Нет, он сказал вообще сначала сегодня им поразбираться. То есть, когда все сделаем на парке, все основные составы вагона пройдем. Вот. А потом он перезвонил, было распоряжение о том, что не трогать, будем заниматься им завтра. Вот. А так получается у нас, если этого вагона сегодня не занимаемся, если его нет составить, то вот здесь вот. Вот штабной вагон тут. Просто проверить работу. Как-то кажется, что с периодичностью она некорректно работает. как-то система туалетная. И что, и во втором вагоне тоже там, купейном, нужно будет проверить смыв, потому что не всегда вода. то она есть, то нет. Тоже надо будет посмотреть, разобрать, подрегулировать. И все. Состояние у меня уже чуть лучше. О, дай бог, чтоб вечером вообще все нормально было. И как мой сосед сказал, магнитные бури. Говорили же по новостям. Возможно, из-за этого. Ждемся. Что-то не фиксируется. Крышка. Надо написать текущий цех. Фиксатор этот, который держит ее. Это не наша работа. Нагрузку берет. Нормально все. Как я с этим, с обогревами. Сейчас я там еще раз проверю. У меня тут насос не завелся. Выключено было все. Так. Работает. Вентиляция работает. Так. Сейчас Алексей там проверит. И я тут все наше повыключаю. Сейчас все. Нас помыли. Покатили. На путь обработки. А, ну сейчас маневры будут делать. Пока два вагона цепят. Пока прицепят. Так. Ну что. Сидит большой плюс. Все равно сидит. Батарея, видимо сырая. На мойке намочили. Плюс есть, но не по нашему оборудованию. Записи нет. Хорошо. Так. Все, везде отписался. Дошли мы до штабного вагона. Пойдемте дальше. Плоскартные вагоны. У меня, ребят, знаете, что есть? Ненастоящее. Я хочу ее под матрас положить. Потому что Алексей любит под матрасами искать оставшиеся вещи от пассажиров. Подложить ему. Какие у него будут глаза? Тоже на плюс что-то бьет. Магистраль. Ага. То, что намочили сейчас водой эту на мойке. Вот и бьет. Магистраль загорается. Так. Ну что. Вот она. Где? Не видно. Вот она. Наша купюрка. Ненастоящая. Сейчас мы ее вот так положим. Под матрас. Как Алексей отреагирует. Он как раз с той стороны у нас провияет. Угу. Так. Так. Ну что. Нормально все? Все. Давай кем или чемодан-то? Там. А, там? Сниму что-то. А, что, не проверяешь? Ну-а. Ты che? Дублей! Слепошары. Вот так вот Алексей, я тебе специально ее подложил Да? О, жарики валяются Ну и ется там? Нет, тут сухо О, дна нет Тихонько, тихонько Тихонько Я мое Дна нет Надо, чтобы подкачали А вон вроде едут Или они не слышатся Они, да? Где-то вроде слышно Да, вон они Наши парфюмеры Вот видите как Тоже вакуумный насос Похоже, что хапнул Я сейчас посмотрел На щите не срабатывает Ни 80% Ни 95% Защита естественно тоже не сработала Да, я видел, видел Ну вот Все доделали Все досмотрели Все допроверили Убедились, да? Вакуумный насос у нас Все-таки хапнул Заниматься этим вагоном Как я уже и говорил Будем завтра С мастером Как он распорядился Ну У вас это будет в следующем ролике А у меня завтра Вот Сейчас у нас доходит Время 4 часа Скоро начнется Комиссия Постоянно действующая Поэтому Будем ожидать ее конца Если есть какие-то замечания Будем устранять А так вроде как У нас Пока что все Да И время у нас сейчас Ребят Ну 15 часов 39 минут Все Пока что Ребята Вечер Пора собираться домой Куда поставить то? Я вот сюда поставлю Все Смена закончилась Я как всегда Ухожу последний Вот Сейчас стал переодеваться В раздевалке переодеваюсь Такой Вдруг звонит рабочий телефон На зарядке лежит Я думаю Блин Что-то случилось Побежал сюда Скорей Там какой-то номер Просто прописаны цифры Алё А мне там В ответ Вам предодобрена кредитная карта От какого-то банка Я короче скинул Ну да идите вы Какая нафиг кредитная карта Это вообще телефон Телефон рабочий Какая может быть Одобрена кредитная карта Короче Ладно Сбросил Обошлось все Чувствую себя Все лучше и лучше И лучше Но не на 100% Конечно Но уже лучше Намного Намного лучше чем Утром И лучше чем днем То есть сейчас уже Как бы более-менее хорошо Но все равно Не Полноценно я себя Хорошо чувствую Все равно Так Там я свет Аааа Там свет не выключил Отправляемся домой Подводим итоги По дороге домой Мне надо будет заехать В магазин Ну я там под это Не заехать Зайду в магазин по дороге Там как раз Я буду С 8 до 9 Да там будут Как раз Скидочки 30% На всю продукцию Ну не знаю Может быть Пирожок какой возьму А может нет А что тут лампочка сгорела Ладно Пирожок это еще ладно Под вопросом А вот Молока Я возьму точно Все Поднемте Я уже дома У кого-нибудь было из вас такое Еду в автобусе Зашел Сел Получается где средняя дверь Я лицом к дверям На сиденье У окошечка Сижу значит А там за дверями Следующее сиденье Дальше Напротив меня Сидит молодой человек Ну очень похоже на одного Моего знакомого Ввиду моего зрения Как бы я не щурился Разглядеть Он это нет Он меня ловит на том Что я глядываюсь в него И он тоже так Посмотрит на меня И я думаю А вдруг это не он Вдруг я ошибаюсь А я тут сижу и выглядываю И щурюсь И думаю блин Наверное сейчас Чего пялишься И в итоге Когда моя остановка Как раз мужчина Подошел на выход Здесь рядом со мной Я думаю ну ладно Я тогда за мужчину Сейчас встану поближе И все таки Попробую разглядеть Когда встал поближе Нет Это не мой знакомый Но Капец Как он на него похож Вообще Я не знаю прям Ну вот Почти как две капли воды Тут чуть-чуть так вот Лоб немножко другой Глаза Нос там Все одно Все в одно Я думаю Ничего себе Вот как и даже Ну ладно Я ему вконтакте напишу Что я твоего двойника видел сегодня В автобусе Вот так Давайте сейчас Прежде чем мы Подведем итоги Я вам сделал обзорчик На призы Которые мы Приготовили для вас Разыграть На стриме Почему я сказал мы Потому что Призы подготовил нам Павел Проводник Вот Смотрите Вот такой приз Будет разыгран Среди Подписчиков На стриме Двух Чего Двухосная Цистерна Здесь Получается Картон Все это собирается Без клея Я так понимаю Что здесь уже подготовленные модельки То ли их вырезать надо То ли Они достаются Их нужно собирать Инструкция Все здесь наверное Ну должно быть Все есть там Да Вон тут все подписано Номер Все детали Какую что куда Вот Такая вот Цистерна Далее Вот такая Есть Картонка Тепловоз ЧМЗ Тепловозик Собирать Довольно таки смотрите Толстый Значит там деталей Очень много Вот Это вот будет тоже Разыгранный ребят Среди подписчиков Кто будет правильно Отвечать на вопросы Ну и конечно Полувагон Куда без него Кстати Макс ТВ Говорит что любит их Больше чем Цистерны Ну так же здесь видите есть Детальки различные Собирать все это И Ребята Среди Донатеров Разыгрываться будут Большие картоны Смотрите Здесь целый Электропоезд Р2 Сейчас получается Да Три вагона Ну написано без ножниц и клея Вот такой вот Электропоезд будет Разыгран Надеюсь всем все видно Ничего не отсвечивает Так же его здесь надо Собирать Ну тут даже наклеечки Есть какие то Ну тут Обклеивать видимо Когда уже соберешь сам Вагончик И Вот такой вот Спальный вагон Красная стрела Вот так вот ребят Смотрите сколько тут деталей Вообще Красота Спальный вагончик Такой будет Ну и конечно же ребята Среди еще донатеров То есть получается Среди подписчиков Кто будет правильно Отвечать на вопросы Раз, два, три Приза Среди донатеров Вот раз, два И Есть Вот такая вот Ручка В виде Сапсана Ну Повторучка Ну вот такой значок Но значок еще точно не уверен Надо будет с Пашей Согласовать Разыгрывать его среди донатеров Или все таки Чтобы было поровну Четыре приза здесь А нет все таки здесь Три приза то получается Раз, два, три Ну а значок не знаю Может быть Не будем разыгрывать А может нет Мы его все таки разыграем Может быть какой то будет Дополнительный вопрос Чтобы всем было Не скучно на стриме Вот такие вот призы Вас ребята ожидают На стриме Только вопрос в другом Вопрос в том Что Скорость загрузки Например Видеоролика в YouTube Сейчас снизилась Ну посмотрим Если стрим будет идти хорошо Лагать не будет Обязательно Обязательно Все это разыграем Подготовим Вопросики И разыграем с вами Вот такие вот Призы Ну вот Посмотрели призы А теперь давайте Поблагодарим Наших донатеров За их финансовую поддержку Сейчас вот Зачитаю Были переводы Но я делал отдельный шорт Для Сергея Ильичка Сергей Ильич нам прислал Донат И сообщение написал Эти донаты На конкретную вещь На фонарь Фонарь я уже посмотрел Сколько стоит Спасибо Сергей Ильич Вам огромное спасибо Я добавлю еще чуть-чуть своих денег И обязательно Закажу себе фонарь Потому что Ну я еще посмотрю в магазине Сколько он стоит Но мне кажется На зоне будет стоить чуть-чуть дешевле Вот Также был перевод Сейчас ребята Секундочку Был у нас Тут недалеко Перевод От Евгений Е С карты Тинькофф Евгений нам написал На развитие канала Евгений огромное Вам большое-пребольшое спасибо И так же Был перевод еще Сейчас скажу Ну это уже вот Когда был стрим Нам переводил Были переводы Когда мы стрим делали С Максимом Макс ТВ С Максимом Шайдульным Был перевод Два перевода было От Максим Александрович К Максим Александрович Огромное-преогромное Большое спасибо И так же был перевод От Павел Сергеевич С Павел Сергеевич нам конечно же Сообщение не оставил Ну это был стрим тогда Может быть он что-то и в чате писал Но в любом случае Павел Андреевич Огромное Вам большое спасибо Ну а теперь Подведем итоги ребят А какие итоги Сегодня смена была Спасибо Что она сегодня была легкой Потому что утром Я себя чувствовал Совершенно неважно вообще Я действительно Я ночь Практически не спал Я уснул только Под самый будильник За два часа Вот я уснул Мне даже сон приснился Причем такой Такой чудной Вот И утром я встал Сегодня у меня голова кружится Меня тошнит В автобусе еду На поворотах когда Поворачивает автобус Я думал У меня сейчас вырвет Прямо в автобусе А еще в автобусе народу много И такая знаете Ну духота небольшая В автобусе А форточки закрыты Люди с утра замерзли А надышать Надышали в автобусе Там не просто Чтобы там жарко А в автобусе дышать нечем Не свежего воздуха И я думал Я сейчас Не знаю как мне доехать Так вот Я вышел на станции Я не торопился Я спокойным шагом Тихонечко шел И вот пока шел До офиса До конторы Вот чтобы мне Немножко хотя бы там Отдышаться Зашел в офис Вот сразу же Включил камеру Обратился к вам Ну я переоделся Обратился к вам Рассказал что как есть И вот Потом у меня Свободного времени Было где-то Минут сорок Я себе заварил чай Чай попил И как бы Полулежа в состоянии На кресле вот Сидел как бы Ну и Чувствовал что мне Становится легче и легче Сел у окошка И у окошка Это Окно приоткрыл И вот в свежем воздухе Я сидел Отдышался Ну вроде ничего Потом Потихонечку пошли С Алексеем работать Расходились немножко И вот уже когда шли По составу Новороссийску Уже было чуть Все легче и легче С каждым часом А в обед я поел И вообще стало хорошо Как бы Я поел Мы отдохнули немножко И вот как бы Все лучше и лучше А сейчас я себя чувствую Ну почти на 100% хорошо Но Где-то вот я скажу Процентов 85 Я думаю Что завтра к утру Уже буду вообще Огурчик И будет все классно здорово Вот И поэтому Еще раз вот Спасибо что смена была Сегодня легкой Иначе я бы не знал Как я сегодня бы работал Если бы не дай бог Сегодня было бы Не знаю там Вагон поставили ТУ-3 Я бы на парке Б1 работал Алексей на ТУ-3 Либо нам бы пришлось Вместе идти Делать вагон ТУ-3 А потом делать парк И так далее В общем И спасибо то что сегодня Не было транзитных поездов Не было никакой Бегать не суетнее Не было тяжелой работы И спасибо вот Хотя мастер даже не знал О том что Чувствую я себя не очень Но ему большое спасибо За то что он сам позвонил Мне сказал Так давай этот вагон Который у нас больной Очень плохой Поразбираемся им Вместе завтра Сегодня не трогайте его Вот я прям аж обрадовался Ну как хорошо Ну ладно Завтра за то я буду Полон сил энергии Я буду в здравии Андрей завтра После выходного Выйдет на подработку То есть он тоже будет Полон сил Алексей то сегодня Третью смену уже работал Ну как все сложилось хорошо Вот прям Здорово Все ребята Я сейчас в душ Потом Монтировать этот ролик Сейчас YouTube Очень долго загружается Поэтому я скорее Монтировать Скорее поставлю Укладываться все это Я думаю на ночь Сегодня оставлю Пускай загружается Надеюсь Как в прошлый раз Меня не подколет Что сайт завис Ну ладно Поставлю загружаться Вот Потом Когда будет рендериться Все в программе Я сегодня решил Что я себе приготовлю на ужин А я сегодня Знаешь прям захотел Я захотел Пельмени И не просто их сварить Скушать А я захотел их сделать В сливочном соусе Запечь Запечь Да Прям так захотелось У нас здесь У нас главное В больших магазинах Этих пельменей нет Они у нас Продаются только Вот в каких-то Небольших Или специализированных Магазинах Там я не знаю Где вот чисто мясо продают И пельмени Вот эту продукцию А в больших магазинах Сеть пятерочка Магнит Там монетка Этих пельменей нет там И вот только у нас здесь Недалеко у меня от дома Есть такой магазинчик Небольшой Вот там они есть Они очень вкусные Там прям мясо настоящее Прям хорошее Хорошее мясо Мясо это чувствуется Вот свинина говядина Прям вообще классные И они так и называются Домашние Причем делают у нас их здесь В Пермском крае В поселке Куйда Или это не поселок Короче Куйдинский Вот они очень вкусные Сегодня я сделаю их В сливочном соусе Прям запекать Буду Получится А соус я не покупал Я купил сметану Я купил сливки Соус я сделаю Сам блендер У меня есть Поэтому Поэтому Да кстати И укропчик у меня есть Все у меня есть Я все сделаю Все будет Вкусно-привкусно Ну что Теперь же Ребята Будем прощаться Я хочу вас поблагодарить всех За ваши комментарии Активность на канале За ваши подписки Большое вам большое спасибо Мы перешли Очередной рубеж И теперь нас Нашей семье прибавило У нас теперь 9000 подписчиков на ютубе Огромное вам большое спасибо Спасибо за ваши просмотры Спасибо за вашу финансовую поддержку Огромное при огромное вам Всем большое спасибо Ну а реквизиты Как всегда Я оставлю в описании Всем счастья Всем добра Ролик наш подходит к концу Я же с вами прощаюсь С вами был я Улыбайтесь Вам это идет Я желаю вам здоровья И не только вам И вашим родным и близким Всем пока-пока До новых свежих видеороликов